Видео уроки фотошопа Вы узнаете как добиться на фотографии красивых кинематографичных оттенков И из такой вот фотографии в процессе мы получим вот такой вот обработанный вариант Ну что ж, теперь давайте я перейду на оригинальную фотографию И мы начнем обработку уже с самого начала Итак, первым шагом мы с вами дублируем наш основной слой Нажимаем комбинацию Ctrl-J И немножечко размоем задний план Сделаем фокус на лице мужчины Для этого переходим в пункт фильтр Выбираем здесь размытие И выбираем размытие диафрагмы Настраиваем центр окружности по центру лица И растягиваем вот таким вот образом Радиус нашей окружности до границ фотографии примерно Эту часть лучше сжать Таким образом переход от размытых участков к резким будет более плавным Вот примерно так можно оставить Радиус размытия поставим на 15 пикселей И нажимаем здесь клавишу ОК Итак, фильтр у нас применился Давайте посмотрим, что изменилось вот до и вот после Как видите, лицо мужчины у нас оказалось в фокусе А все, что по краям, оказалось размытым или не в фокусе Таким образом мы сконцентрировали внимание на середине нашей фотографии Далее, следующим шагом мы с вами должны проработать Свето-теневой рисунок на нашем снимке Для этого будем использовать два корректирующих слоя кривые Первый корректирующий слой Давайте выгнем вот таким вот образом вверх Мы будем его использовать для светлых участков Заливаем маску сразу же черным цветом Выбираем на палитре черный цвет Или это можно сделать быстро, нажав клавишу X на клавиатуре И заливаем маску черным цветом Нажимаем Alt-Del И точно так же создаем корректирующий слой кривые Уже для темных участков Здесь выгибаем кривую вот таким образом вниз Также заливаем маску черным цветом Alt-Del Итак, теперь начинаем с того, что переходим на нижний слой Берем кисть Прозрачности нажим поставим для нее в районе 20% И возьмем мягкую кисточку размером Вот примерно 50 пикселей, чтобы нам с вами было удобно прорабатывать Мелкие детали на изображении Так, увеличиваем размер И начинаем рисовать Начнем с того, что прорисуем детали на очках Высветляем блики на них Вот таким вот образом Наверху Здесь так же Следим за результатом, что у нас меняется Вот таким образом Еще раз посмотрим, что у нас изменилось до и после И теперь можно на верхнем слое, который у нас отвечает за тени Проработать так же очки Только на теневых областях Вот примерно так И так же здесь чуть-чуть До и после Как вы видите Ну и теперь давайте займемся уже проработкой лица Возьмем чуть-чуть побольше диаметр для кисточки И набросаем сначала основные тени, которые у нас должны быть В первую очередь проработаем контур головы Чтобы сделать ее более контрастной Проходимся здесь Так же затемняем немножечко эти области И так же с другой стороны Теперь участки под носом Так же их необходимо затемнить Здесь, где у нас тень от очков Так же ее усиливаем Примерно так И прорабатываем далее уже морщины Сделаем их позаметней Так как это уличный портрет пожилого человека И в данном случае я считаю Что лучше подчеркнуть морщины Тогда портрет будет смотреться более интересным Вот примерно так Давайте посмотрим, что у нас получается Как видите, до и после И так же прорабатываем морщины уже на лбу Здесь можно взять диаметр для кисточки меньше Вот примерно так Так же давайте затемним брови немножко И волосы вот здесь Там, где на них нет седины Спускаемся теперь ниже Давайте проработаем шею Здесь и здесь Так же добавляем дополнительный объем И переходим теперь на одежду Прорабатываем воротник Чтобы он у нас был более округлым Так же проработаем Бубашку Вот таким вот образом И складки теперь на куртке Дополнительно их усиливаем Так И здесь Посмотрим, что у нас получилось во весь экран Вот до и вот после Как видите, что у нас поменялось Я забыл немножко про работу тюха Правая Давайте так же добавим на него Свет Свет и тень Вот так До и после Ну и теперь можем переходить на нижний слой И прорабатывать уже Блики Так же давайте начнем с лица Сначала набросаем общие светлые области Это у нас в первую очередь будут щеки Высветляем их здесь И вот здесь Подбородок И лоб Так же высветляем Примерно так Теперь высветляем переносицу Вот таким образом Теперь можно изображение увеличить И проработать более мелкие детали на лице Начинаем Добавлять блики на морщины Теперь здесь Подбородок Еще раз проработаем Я не уделяю внимания В данном видео уроке ретуши Хотя можно было бы избавиться От различных пигментных пятен Так как в данном случае У нас в приоритете работа с цветом Поэтому я еще раз повторяю Что подробно на устранение Различных дефектов на лице Я останавливаться не буду Так Давайте Посмотрим во весь экран Что у нас изменилось До и после Как вы видите Блики стали гораздо заметнее И теперь прорабатываем Оставшиеся области Здесь Так же Проработаем уши И волосы Здесь и здесь Да Теперь Высветляем волосы Так И с другой стороны Так же можно В тех участках Где присутствует седина на бровях Так же ее Чуть-чуть сделать посветлее Вот таким образом Теперь переходим на одежду Высветляем Вот эту область На воротнике Чтобы добавить Дополнительный объем на него Так же здесь И теперь Блики на рубашке Высветляем Здесь Здесь И прорабатываем Складки На куртке Вот таким образом Так же здесь И теперь Можно еще раз посмотреть Во весь экран Что у нас получилось Давайте объединим эти два слоя в группу Выбираем их оба Нажимаем Ctrl-G на клавиатуре И посмотрим Что изменилось Вот до И вот после Как видите У нас Светотеневой рисунок Стал гораздо более заметным Следующим шагом Давайте еще больше Сконцентрируем внимание На центре фотографии Для этого нам необходимо Затемнить задний план Будем еще раз использовать Корректирующий слой кривые Выбираем его И давайте Вот таким вот образом Выгнем нашу кривую Примерно так Закрываем данный слой И берем в руки кисточку Размер давайте возьмем побольше Примерно вот так И прозрачность И нажим для кисти Поставим 100% Жесткость можно Чуть-чуть увеличить Где-нибудь до 30% Ставим черный цвет И делаем Несколько мазочков Раз И два Вот таким образом У нас получается Вот такая вот Интересная виньетка Как видите С помощью которой Мы еще больше Акцентировали внимание На лице мужчины Также давайте Этот слой Поместим в группу С Додженберном Перетаскиваем сюда И закрываем Теперь можно перейти Уже непосредственно К работе с цветом Для этого будем использовать Корректирующий слой Выборочная коррекция цвета Я хочу сначала Сделать всю фотографию Немножечко похолоднее Для этого В красном канале Перетаскиваем Верхний ползунок Примерно До значения Минус 9 влево Здесь Перетаскиваем До значения Минус 5 Добавляем Чуть-чуть Желтого Чтобы сделать Кожу потеплее Примерно Значение 30 нам подойдет И переходим Теперь В желтый канал Здесь Перетаскиваем Верхний ползунок До значения Плюс 17 Примерно Ползунок желтого До значения Минус 14 И значение Черного Опускаем В минус Примерно До Минус 75 Или даже больше Вот примерно Так Теперь идем В пурпурный канал И здесь Немножечко Добавляем Голубого Сам пурпурный Уменьшаем До минус 20 И усиливаем Еще желтый Здесь Так же Чтобы Кожа была У нас Потеплее Ну и последний Черный канал Нас интересует Здесь Увеличиваем Значение Голубого В тенях Примерно До значения Плюс 6 Пурпурный Так же Увеличиваем Где-нибудь До значения Плюс 7 И немножечко Ослабим Тени Примерно Вот так В результате Наша фотография Должна сейчас Выглядеть Вот таким Вот образом Квити До и После Кожа у нас Стала Потеплее Приобрела Красивый Желтоватый Оттенок А сама Фотография Стала Красиво Холодных Тонов Теперь Создаем Корректирующий Слой Фотофильтр Нас Интересует Здесь Теплый Фильтр 85 Поменяем Режим Наложения Его На Цветность И Понизим Прозрачность Примерно До 10% Вот Таким Образом Закрываем Данный Корректирующий Слой И Теперь Сделаем Нашу Фотографию Немножечко Понасыщеннее Для этого Будем Использовать Корректирующий Слой Вибрация Выбираем Его Ставим В настройках Вибрацию На 20 Примерно И Насыщенность Также Увеличиваем Примерно До 20 Примерно Так Закрываем Данный Слой И Давайте Его Продублируем Нажимаем Ctrl J Если Кажется Что Получилось Слишком Сильно Заходим В настройки Этого Слоя И Давайте Немного Понизим Насыщенность Ну Наверное До 0 Даже Вибрацию Можно Поднять Примерно До 30 Вот Так Оставляем Закрываем Данный Слой И Теперь Пришло Время Добавить Немного Резкости На лицо Для Того Чтобы Это Сделать Нам Сначала Нужно Создать Объединенную Копию Наших Слоев Нажимаем Shift Ctrl Alt E На клавиатуре И Переходим В пункт Фильтр Усиление Резкости Контурная Резкость Так Здесь Выбираем Радиус Такой Чтобы Изображение У нас Смотрелось Нелучшим Образом Я Предлагаю Усилить Резкость В несколько Этапов Давайте Сначала Поставим Радиус На 1 И Эффект На 50 Таким Образом Мы Усилим Резкость Самых Мелких Деталей На фотографии Нажимаем Здесь ОК И Еще Раз Переходим В пункт Фильтр Усиление Резкости Контурная Резкость И Применяем Уже Фильтр С эффектом 100 И Радиус Поставим Больше Где-нибудь 3 пикселя Таким Образом Мы Уже Будем Воздействовать На Средние И Крупные Детали В результате Вся Наша Картинка Будет Выглядеть Резко И Четко Вот Примерно Так Оставляем Хотя Можно Даже Чуть Чуть Уменьшить Радиус Примерно Вот Так И Нажимаем ОК Теперь Давайте Добавим Еще Немного Синевы На Нашу Фотографию Для Этого Будем Использовать Корректирующий Слой Цвет Выбираем Его И Давайте Выберем Цвет Под Номером 1 F 2 B 3 C Вот Такой Темно Синий Цвет Нажимаем ОК И Ставим Для Него Режим Наложения На Исключение Понижаем Прозрачность Примерно До 55% Вот Таким Вот Образом Следующим Шагом Создадим Еще Один Корректирующий Слой Цвет И Напишем Здесь Номер Цвета C66 E 2 0 Это У нас Будет Желто-оранжевый Оттенок Который Мы Будем Использовать Для Прорисовки Кожи Чтобы Сделать Ее Красивого Желтого Тона Режим Наложения Поставим На Мягкий Свет И Прозрачность Поставим Где-нибудь 40% Вот Так Вот Нажимаем Заливаем Маску Этого Слой Черным Цветом Альт Дел И Теперь При Помощи Кисточки Начинаем Прорисовывать По маске В тех Участках Где У нас Лицо Вот Таким Образом Проходимся Если Кажется Что Лицо Слишком Желтым Получается Ничего Страшного В дальнейшем Можно Еще Немного Будет Понизить Прозрачность Так Не Залазим На Одежду Нам Не 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 Проработать Области там, где брови. Так, и теперь давайте понижать прозрачность этого слоя до того момента, пока кожа не приобретет естественный красивый оттенок. Ну вот примерно, я думаю, 17% подойдет. Можно даже чуть-чуть увеличить. Поставить 19 или 20. Как видите, до и после. Ну что ж, теперь давайте усилим контраст на всем изображении. Создаем объединенную копию всех наших слоев. Shift-Ctrl-Alt-E нажимаем. Обесцвечиваем данный слой. Нажимаем комбинацию Shift-Ctrl-U на клавиатуре. Либо это можно сделать через пункт изображения коррекция. И выбрать здесь обесцветить. Как вам удобнее. Меняем режим наложения этого слоя на мягкий свет. И понижаем прозрачность. Так, примерно до значения 75. Теперь кожа у нас смотрится немного потусклее. Давайте еще чуть-чуть поднимем насыщенность нижнего слоя. Примерно до значения 25. Или 23. Вот так. Теперь после всех наших манипуляций, как видите, у нас опять потерялась резкость. Давайте еще ее раз усилим. Для этого будем использовать другой уже метод. Создаем объединенную копию наших слоев. Shift-Ctrl-Alt-E нажимаем. И давайте щелкнем по нему правой клавишей. Выберем здесь пункт преобразовать в смарт-объект. Теперь идем в пункт фильтр другое цветовой контраст. И поставим радиус примерно на 2 или 3 пикселя. Давайте поставим 2,5 или 2,7. Нажимаем ОК. Режим наложения для этого слоя. Ставим линейный свет. И смотрим. Если нас результат устраивает, то можно оставить. Если кажется, что эффект получился слишком сильный, то можем два раза щелкнуть по пункту цветовой контраст вот здесь. И выбрать радиус уже поменьше. Давайте поставим где-нибудь 2 пикселя. Нажимаем ОК. И также можно попробовать другие режимы наложения. Например, яркий свет. Вот яркий свет у нас смотрится в данном случае получше. И как видите, детали у нас стали позаметнее. Вот так вот оставляем. И создаем корректирующий слой уровни. Немножко еще настроим контраст на изображение. Перетаскиваем средний ползунок чуть-чуть вправо, чтобы сделать фотографию более контрастной. Вот примерно так. Закрываем данный корректирующий слой. Ну и также давайте немножко опустим точку черного, чтобы у нас не было провала в тенях. Опять перейдем в уровни. И чуть-чуть перетащим вот этот ползунок вправо. Вот так вот можно оставить. Закрываем данный корректирующий слой. Ну что ж, вот таким вот образом выглядит наш финальный результат. Давайте объединим все слои, которые мы создали, в отдельную группу. Выбираем их все, нажимаем Ctrl-G. И еще раз посмотрим, что получилось. Вот фотография в самом начале видеоурока. И вот, чего мы с вами добились в процессе обработки. При желании вы можете, чтобы еще больше стилизовать снимок под кинематографичный, добавить черные прямоугольнички сверху и снизу. Но это уже все по вашему желанию. Если хотите, можете не добавлять. Ну что ж, на этом данный видеоурок можно завершить. Всем спасибо за внимание. И до встречи в следующих видеоуроках. Качайте бесплатный видеокурс «Шикарная ретушь» за 5 простых шагов. Жмите на кнопку «Получить курс».